Привет, друзья! Я Лада Васильева, и сегодня хочу вам рассказать кое-что очень интересно про музыкальный инструмент, который имеет просто волшебное звучание – ханг. А меня и вас сегодня с ним познакомит Надежда Сапожникова. Ну что ж, посмотрим, что из этого получится. Лада, привет! Здравствуйте! Да, я очень рада, что ты сегодня пришла познакомиться с этой летающей тарелкой. Да, и сегодня я для тебя проведу мастер-класс. Да, я тоже очень рада, кстати, что пришла, потому что мне уже интересно, что мы будем делать просто. На самом деле все намного проще. Всего лишь 20 лет назад в Швейцарии двое ученых-физиков, Феликса Сабина из города Берн, скажем так, презентовали, выдали в мир вот этого красавца. Кстати, ханг в переводе с бернского диалекта немецкого языка означает «рука». Ничего особо не… Ничего, да, ничего трудного, можно запомнить. Да, можно запомнить. Значит, выдали они инструмент в мир, и как играть, не сказали. Но с тем посылом, что это интуитивный инструмент. Да, и здесь вообще все нотки, они уже настроены относительно друг друга гармонично. Почти что, ну, давай так, в 95% случаев, что бы мы здесь ни сыграли, оно будет звучать красиво. Получить инструмент у Феликса и Сабины было достаточно сложно. Нужно было им писать от руки обязательно письмо, отправлять в город Берн, там, где они жили и делали инструменты. И иногда даже не читая письма по почерку, они определяли, хотят они делать инструмент человеку, либо не хотят. И, скажем, если ты профессиональный музыкант, скорее всего, тебе инструмент не сделали бы. Ханг – это зарегистрированное торговое название, и хангом называют только то, что сделали Феликс и Сабина. Вот, все остальное называется уже, сделанное другими мастерами, называется хэнд-пан. У нас с тобой… Хэнд-пан, да. Да, хэнд-пан. Хэнд – рука, пан, пен, кастрюля, сковородка. Тоже, в принципе… Тоже все легко, да. Все просто и понятно. Наш инструмент, на котором мы сегодня будем играть, называется строй кельтский ре минор. И, несмотря на то, что он минор, он не перегружен никаким особым настроением, то есть на нем можно будет сыграть и что-то достаточно жизнерадостное, такое позитивное, также и какие-то меланхоличные мелодии. Смотри, если мы просто ударим по ноте, она у нас заглушится, да? Она у нас не пропоет, нам нужно, чтобы она пропела и нам нужно, чтобы она, скажем так, подышала. Поэтому, во-первых, расслабляем кисти, это очень важно. Расслабленные кисти, расслабленные пальцы. Обычно это указательный пальчик, подушечка указательного пальца. И смотри, делаем такую легкую волну и бьем по нотке сразу от нее, супер, отскакивая. Отлично. С таким же отскоком, также подушечкой пальца. Класс. Ну, могу сказать, Лада, что у тебя это талант. Да. Очень успокаивает прям. Да, на самом деле, вообще инструмент для медитации очень часто используют, потому что именно он такой медитативный. Если на нем тем более играть какие-то тягучие такие мелодии, он просто тебя отключает, и ты очень-очень-очень классно можешь расслабиться. Мой преподаватель, Иван, он мне всегда говорил, я вот помню, что он нам показал на первом занятии, этими двумя пальцами мы покорим мир. Это было очень, я вот это так запомнила. Да, то есть, обычно мы сразу просим учеников, чтобы привыкали использовать внизу большой палец. Ну что, поехали тогда, да, соберем все вместе, да, то есть два раза вступление и по четыре раза каждый элемент. Все, да. Угу. Субтитры сделал DimaTorzok Просто аплодисменты. Друзья, я как будто реально побывала на другой планете, не зря это называют НЛО, просто какие-то космические звуки, которые очень вдохновляют и умиротворяют. Советую всем просто записаться на мастер-класс к Надежде, это было что-то восхитительное на самом деле. А с вами была я, Лада Васильева и Сапожникова Надежда, преподаватель творческой в мастерской Хангмиллион. Спасибо вам, Надежда, было очень классно. И вам спасибо. Всем пока.